Новый топ-1 демон. Зоинг проверил Tidal Wave. Новое видео от Робтопа. Что показал разработчик в преддверии выхода 2.2? Мизантроп жив. Как скоро его закончат и кто станет проверяющим? Мофака потерял модератора. Что произошло? Эти и другие новости обсудим в сегодняшнем выпуске новостей. Это ГДНьюс номер 169. Поехали! GG Dash — это большой приватный сервер с простыми критериями рейта и множеством модов. Недавно у них, кстати, появились новые виды оценок — Legendary и Godlike. У сервера есть свой сайт и дискорд-сервер. На последнем, к слову, вы можете пообщаться с ней работом. Хочешь увидеть больше интересных функций? Заходи на GG Dash по ссылке в описании. Зоинг стал первым игроком, которому удалось проверить сразу весь топ-3 демонов. Авернус, Ачирон и теперь Tidal Wave. Tidal Wave, вероятно, станет новым топ-1 и сместит Ачирон, который довольно долго занимал лидирующую позицию. А теперь по поводу самого прохождения. Зоинку на эту проверку понадобилось почти 50 тысяч попыток. А еще он задел почти каждый процент после 89-го. Поэтому данное прохождение ему точно далось нелегко. Робтоп все чаще показывает что-то из 2.2, и в этот раз он продемонстрировал эффект выявления персонажа и геймплея. Это работает в связке шейдеров и других триггеров. Помимо этого, на роликах от Роберта видна кнопка пересаповка уровня в режиме платформера, которая будет убирать все чекпоинты. Красиво. Робтоп все еще продолжает исправлять баги с некоторыми функциями 2.2, а также доделывает уровни. Напомню, что до выхода обновления, обещанного в специальном видео, остается менее двух месяцев. Помните такой огромный коллаб «Мизантроп», в котором строят и старички, и новички? О нем стало известно еще 6 лет назад, но постройка все еще продолжается. А недавно у демона появился еще один хост — Хейзл. В последний месяц заработанная на «Мизантроп» ускорилась, и новая превью уровня пополнилась множеством новых частей. И даже несколькими исправленными старыми. При этом очень много креаторов были исключены из коллаба. Например, те же «Электро», «Джонатан», «Некродокс». Но зато на их место пришло больше новых креаторов. IMAX, MotoE и другие. А что же там по поводу того, в каком виде будет выложен «Мизантроп»? История будет такой же, как и «Соколор Миракл». Выйдет полноценная версия демона и дополнительно две его части. А еще уже есть два потенциальных верификатора «Мизантроп» — Трик и Биг Мак, так как они одни из немногих, кто имеет прогресса на лейауте демона. Мафака был снят с позиции модератора. Причиной этому послужила реклама с сайта с сомнительными услугами в отношении некоторых товаров, что, естественно, является неприемлемым для модератора игры. Теперь в ГД остался лишь один модератор из русского комьюнити — Казвикс. О, привет, ребят. Извините, что отвлекаю, я просто ищу СНЮС, который мне Никита задолжил. Какая-то... может здесь... Привет, Тимур. СНЮС находится в моем телеграм-канале. Свежие новости в одном месте. Ссылка в описании. Никита, иди на... А теперь кратко о не менее главном. Старые игроки продолжают возвращаться на фоне скорого выхода 2.2. Создатель Motion, Adrift и других уровней, Таман, показался на своем аккаунте и даже восстановил видео на канале. Ждем новые уровни. То же самое, кстати, и с Findex, который выпустил уровень Resurrection, первый полноценный за последние годы. Для прыжков в демонах, особенно с абсолютно разными сложностями, нужна огромная выдержка. Игрок Risk уже на протяжении двух лет пытается прыгнуть с медиум демона Bloodwav Z. Да, внимание, в Firewalk. Последние проценты помешали сделать это, и игрок допустил слив на 98% при более чем 530 тысячах попыток. У Ачерон 8 победителей и лишь один из РК, Indis. В ближайшее время все может сильно измениться, ведь к прохождению демона близки Лолик Ли, у него 96%, Икс Лайднин, 82%, Спиртекс с прогрессом 29-100%, но еще большие рекорды у Дольфи и Копиедза. Кстати, если говорить о русских игроках, то они вышли на второе место в общей статистике по Интеркрейта, обогнав Австралию. Август был для Доги месяцем проверок. За тот месяц он верифицировал. Топ-10 Демон Деймос, с Вомига коллаб Экзосфир, а напоследок классный топ-40 уровень Дельта. Конечно, это не продолжение серии уровней по буквам из греческого алфавита от Майндкэпа, хотя было бы неплохо, учитывая сходство работ. На видео с шоу-кейсом с Ватерхаус на канале Айсткейва уже 10 миллионов просмотров. Это видео одно из самых популярных среди роликов с экстрим-демонами. Больше просмотров у Нобельбоя на проверке Блодласт и у Нексуса с показом Крейзи 3. Флюков много не бывает. Даймонд Сплэш почти прошел топ-5 демон Кёки после рекорда в 59%. Он допустил слив на 95%. Новый хардест игрока близок. Рубрика «Джамп недели». Есть флюки, а есть джампы. Проще говоря, прыжки. Мощный прыжок совершил игрок-классик Джефф из Перу, который принес для своей страны новый хардест – Лимбо, при этом пройдя его скачком с блокбаф. Это прохождение заняло более полугода. С недавних пор постоянная рубрика, в которой я, можно сказать, хвалю особо выделившихся слейеров за последнее время. Игроки недели. Топ-29 игрок по поинтер-крейту SteelSoulis спустя почти месяц перерыва жестко показался в игре, и всего за 10 дней прошел 4 демона из топ-150, причем один из них, Фрэджайл, даже входит в топ-40. Кореец Поклэ, помимо обычных прохождений, сделал еще несколько больших флюков на сложных демонах. Например, 65% он прошел Кримсон Планет. Вместе с этим он прошел серию Невеклия, а также сделал большие прогрессы на Тартарус 37100, которые он планирует пройти своим новым хардестом, и Лусид Найтмейерс 30100. Обновление. Лусид Найтмейерс игрок все-таки прошел. Всего за 5500 попыток, причем с флюком 63%. Почему-то челлендж слейеров замечают нечасто, я в том числе, поэтому хочется упомянуть Силс. Он занимает четвертую позицию в челлендж-листе и достаточно быстро проходит сложные челленджи. Ну, например, за последние 10 дней он прошел сразу 3 челленджа из топ-15. Филли, Мердер Миттен и Фолден Иллюжен, причем последний даже за рекордные 17500 попыток. Из всего топ-50 у него пройдено уже более 40 челленджей. Если я кого-то упустил в этой мини-рублике, можете подсказать в комментариях. А сейчас о GD-открытиях. Здесь я рассказываю о тех игроках, которые почему-то не получили большой огласки, хотя заслуживают гораздо большей популярности. Сегодня в эту рубрику попадает игрок из русского комьюнити. Это Фролик. За последний год, даже можно сказать за последние полгода, он невероятно быстро поднялся до топовых экстримов. Всего 6 месяцев назад он прошел Sonic Wave, хотя уже к тому моменту начал ставить рекорды на Итагарасу, Зодиак, Abyss of Darkness и не только. А сейчас его хардест — Firewalk, на прохождение которого Фролик затратил более 200 тысяч попыток. Теперь у него много проектов в разработке — Тройфет, Тартарус и те же Abyss of Darkness и Зодиак. Последний он точно в скором времени добьет. Хотите поймать вайбы около Miracle? Посмотрите на Mystic Bounce от GMD Mana. Эта пятиминутная работа наполнена невероятным количеством эффектов и цветов. Это очень разнообразный экстрим-демон, содержащий в себе более 300 тысяч объектов. Очень качественно. И это еще не все. Подметить я хотел бы также Between Worlds от креатора X-Loco X. Уровень вышел еще в августе, но пропустить его будет глупо. Помимо очевидно качественного декора, мне очень нравятся переходы между частями в этом уровне. Это что-то новое. На этом все. Если я что-то забыл, то напомните об этом в комментариях. Ну а также не забывайте про мой телеграм-канал с новостями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok